друзья всем привет собираем папоротник орляк выглядит он вот таким вот образом крючочки такие но это самый молодой так выглядит то есть главное собирать пока у него листья не распустились а вот начинает например листья распускаться такой уже не годится у него уже вот этот ствол ствол становится такой древесный и жесткий то есть когда его готовишь он уже волокнистый молодой крючком крючком такой крючочек вот такой собрали папоротник сейчас едем домой и будем усолить я вот насобирал такой можно сказать элитный молодой крючочки здесь насобирали чуть постарше попробуем в разные емкости засолить берем емкость у меня такой контейнер 40 литровый папоротник падаем папоротник плотничком и пересыпаем это все солью слой за слоем перекладываем все засыпаем солью слой за слоем так вот укладываем пересыпаем солью вот так вот все плотничком пересыпали солью сейчас заливаем водой так как у меня нету гнета готового можно было собственным соку под гнетом держать но мы сейчас зальем чистой холодной водой все заливаем водой до самого верху плотничком ушло сюда примерно три пачки соли засыпали вот под самый верх закрываем крышкой крепко наглухо и оставляем это сидело на два дня папоротник простоял два дня просолился сейчас мы этот рассол смотрим открываем еще тут нас мы его сейчас сливаем вот он стал мягенький весь солененький это сливаем заливаем следующую двое суток папоротник просолился слили воду снова засыпаем соли соли лучше переборщить чем не засыпать все равно потом папоротник достается вымачивается в воде до пресного состояния и после того как его вымочили он будет 21 день готовится снова заливаем чистой водой чистой водой под завязку чтобы его скрывала полностью все это перемешать надо будет с солью и убрать на 20 дней папоротник залили водой с солью то есть и сейчас вот он этот папоротник вот таком видео убираем на хранение то есть он хранится будет принципе сколько угодно вот но готов он будет где-то через 21 день достаем его вымачиваем и начинаем готовить то есть жарить тушить кому как угодно